Всем привет, с вами Виктория Нью. В этом видео обзор на продукцию компании Born Pretty, а точнее тестирование их нового штампика для стемпинга разноцветный титан. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. Хочу напомнить, что на официальном сайте компании Born Pretty вы можете воспользоваться дополнительной скидкой в размере 10%, указав в специальном окошке код NU10. Заодно протестирую, на мой взгляд, очень симпатичную пластину под названием Spring Garden L011, а также золотистый лак под номером BPWN01. Данные товары мне прислали на обзор и начну я с титанового красавца. На металлическом держателе штампа выгравирован логотип компании Born Pretty. Держатель штампа очень красиво переливается с одного цвета в другой. Такой перелив напоминает северное сияние. Донышко у штампа отсутствует. Это обеспечивает обзор при переносе рисунка со штампа на ноготок. Также обзор обеспечивает прозрачная силиконовая подушечка в форме асферической линзы, поэтому чем меньше расстояние от подушечки штампа до ноготка, тем меньше искажен обзор. Подушечка мягкая, в меру липкая. На сайте также представлена подушечка с голографическими блестками, но думаю, как раз-таки из-за этих блесток обзор станет хуже. У данного штампа есть свои минусы, но об этом чуть позднее. А сейчас давайте рассмотрим лак для стемпинга. Флакон с лаком упакован в фирменную коробочку. На упаковке состав, меры предосторожности, срок годности после вскрытия. Данный лак можно использовать не только в стемпинге, но и как основное цветное покрытие. Ну и для тестирования штампа и лака для стемпинга нам не хватает пластины для стемпинга. Пластина упакована в фирменный конверт. На обороте конверта инструкция по применению. Пластина приходит с защитной синей пленкой. Перед применением синюю пленочку нужно обязательно снять. На мой взгляд, данная пластина придется по вкусу любителям френча и лунного маникюра. Я сейчас имею в виду не классический френч, а френч с изюминкой. Рисунок очень хорошо переносится с пластины на штамп. Рисунок четкий, гравировка у пластины хорошая. На пластине представлены композиции как из тонких линий, так и не очень. Ни с одним из рисунков у меня не возникло никаких проблем в стемпинге. И тут дело не в чудо-штампике, так как я попробовала перенести рисунок разными штампами и все перенеслось отлично. Что касается лака для стемпинга, он отлично смотрится как на черной, так и на белой подложке. Да и вообще лаки для стемпинга от компании Бонприти у меня одни из любимых. Они особо не расслаиваются даже при длительном хранении, немного густеют, но это легко исправить при помощи жидкости для разбавления лаков. Что касается штампа, думаю многие знают штамп под названием зефирка. Я сейчас говорю про те штампы зефирка, которые также шли с металлическим держателем, только у них держатель был закрытым дном. Подушечки у тех штампов были такими же мягкими, в меру липкими, но непрозрачными. Да и смысл было делать их прозрачными, если дно все равно было закрыто. Думаю все, кто пользовался такими штампами знают, что они очень хорошо переносят рисунки даже с проблемных пластин. Единственный минус, который многие для себя могли отметить, это то, что они непрозрачные. Из-за этого разместить рисунок на ноготке ровно по центру было проблематично. Компания Бонприти решила устранить этот недостаток. Обзор конечно не такой, как у двойного штампа, но все же это лучше, чем совсем без обзора. Ну а то, что данный штампик сохранил в себе способность хорошо переносить рисунки, меня это очень порадовало. Теперь в моей коллекции штампов, если можно так сказать, есть прозрачная зефирка. То, что держатель металлический, в этом, на мой взгляд, есть как плюс, так и минус. Плюс заключается в том, что при жестком падении держатель, конечно, может немного деформироваться, но треснуть или разбиться в дребезге ему не грозит. Прежде чем я начну рассказывать о минусах данного штампа, буквально на минутку хочу вернуться к качеству пластины. Несколько рисунков с пластиной я отпечатаю обычным лаком, для того, чтобы вы наглядно убедились в том, что пластина работает не только со специальными лаками для стемпинга. Бесспорно, отштампованные рисунки обычным лаком не такие яркие и насыщенные, так как в них намного меньше пигмента, нежели в лаках для стемпинга. Но моей задачей было показать, что данная пластина работает в сочетании с обычными лаками. И как вы сами можете видеть, рисунки блеклые, но при этом четкие. Ну что ж, теперь о минусах штампика, которые я для себя отметила. Посмотрите на этот держатель от другого штампа, а тут есть ограничитель для того, чтобы подушечка штампа не проваливалась. В данном держателе такого ограничителя нет, поэтому подушечка иногда проваливается. Края металлического держателя гладкие, хорошо зашлифованы, но протестировав одну пластину, я заметила на подушечке штампа надрез. Произошло это в тот момент, когда подушечка в очередной раз провалилась. Для того, чтобы в дальнейшем избежать подобные повреждения, я обмотала край держателя изолентой. Внешний вид, конечно, уже не тот, но таким способом мы устранили два минуса. Теперь подушечка защищена от металлического края, да и проваливаться она перестала даже при сильном давлении. Ну и еще один минус, что нет крышки, которая бы защищала подушечку штампа при хранении. Подобные штампики я храню вот таким образом. Конечно, всю подушечку это не защитит, но рабочая поверхность не пострадает при хранении. Ну что ж, вот такой обзор у меня в итоге получился. Если вам понравился обзор или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего! До скорых встреч!